АПЛОДИСМЕНТЫ Мой доклад посвящен трактовке понятий «даурманасия» и «унмада» — «умопомешательство», «вабидарма куша» и «комментарии ешамитри». Эта тема представляет определенный интерес исключительно в аспекте учения о карме, то есть буддийской религиозной антропологии и в аспекте буддийской этики. Данный вопрос рассматривается в четвертом разделе трактата Высубангу. Вопрос ставится в комментарии к карике 57 и рассматривается в карике 58. Соответственно, у ешамитри этому посвящен 59-й параграф четвертого раздела. Вопрос, который ставят, ну, как известно, диалог с учениками, вопрос, который ставят ученики Высубангу, состоит в следующем. Почему ментальное страдание не является плодом созревания кармы, в отличие от страдания, испытываемого на телесном уровне, испытываемого, как ведано, телесное? Этот вопрос представляет значительный интерес, потому что мы оказываемся в сфере тех переживаний, которые непосредственно не относятся к телесной сфере, казалось бы, исключительно касаются тех глубинных неудовольствий, которые могут породить состояние адаурмана. Я его здесь, в данном случае, перевожу нетерминологически, как удрученность, в общем значении, потому что именно так и ставится вопрос. Высубангу объясняют это следующим образом. Для того, чтобы... Здесь я маленькую ремарку сделаю. Для того, чтобы, конечно, собрать все представления о даурманусе, надо провести довольно обширный анализ текста, потому что сама подача материала у васубангу не предполагает консолидированного изложения вопроса, так, как делается в современных, допустим, учебниках университетских или школьных. И в этом смысле даурманусе начинает рассматриваться в осубангу еще в первом разделе, когда он говорит о тех ментальных явлениях, которые входят в санскары. И дальше, конечно же, даурманусе рассматривается во втором разделе как способность. И вот здесь способность, здесь вот начинается как раз тот самый весьма интересный, на мой взгляд, довольно провокативный аспект понимания этой способности испытывать неудовлетворенность или испытывать удрученность чем-либо. Как индрия, даурманусе есть то, согласно васубангу, что является премысливанием, что является, вообще говоря, тем состоянием мышления, которое возникает совместно с явлением каукрития. Каукрития – это, как мы знаем, это сожаление, которое, согласно абидомической классификации, может быть как благим, так и неблагим. И что оно из себя представляет? Это рефлексивное ментальное явление, сопровождающееся оценкой того, что можно было бы сделать, но что сделано не было. В этом смысле благое сожаление возникает, конечно же, и это приводится как пример в тексте, на васубангу, и это же приводит в качестве примера, но уже более широкого, это, конечно же, сожаление добродетельного буддиста, принявшего все обеты о том, что можно было бы сделать доброе дело, но шанс совершить его упущен. Или же это сожаление о том, что вот было совершено нечто, что нуждается в покаянии. И в этом смысле, когда вот это сожаление возникает и оформляется на вербальном уровне, на уровне речи, оно сопровождается явлением даурманасья. Но усумангу подчеркивает, что как только на эту тему мышление прекращается, тема исчерпывается, эта удрученность исчезает. Ее польза состоит в одном, что в случае, когда возникает даурманасья, могут возникнуть также у добродетельного нравственного человека, могут возникнуть угрызения совести, которые приводят к принесению покаяния, и в этом смысле они полезны. Но в другом случае, когда даурманасья неблагая окушала, то, конечно, это речь идет о личности, понимающей реальность абсолютно извращенно. То есть это сожаление об упущенном шансе совершить нечто греховное, допустим, украсть. Или же сожаление, как это не парадоксально, о том, что вот ведь совершил доброе дело, а мог бы ведь и не делать этого. Зачем? Вот здесь тоже возникает даурманасья. Но она также и рассеивается. То есть это явление примысленно, это удрученность как нечто непосредственно связанное с мышлением, и ничем более, кроме мышления, нефундированное мышление и сожаление. О полезности или бесполезности даурманасья у буддийских школ были различные суждения. Полезность ее признавалась ограниченной, и непосредственно связанной только и исключительно с возможностью принесения покаяния. В остальном даурманасья не играет никакой роли в вырабатывании так называемых чистых индрий, последовательно вырабатываемых индрий, способности познавать непознанное, способности глубинного познания или совершенного познания. То есть она не участвует в тех практиках, которые непосредственно ведут к святости. Доказать, что даурманасья не является плодом созревания кармы, что, конечно же, весьма интересовало учеников Усубанку. Доказательство это, я бы не сказала, что оно так глубоко проработано, но оно вполне, так сказать, очевидно. Усубанку говорит о том, что если бы даурманасья была плодом созревания, кармическим средством, которое называется плод созревания, то в таком случае, как только совершался бы смертный грех, тут же бы должна была бы, ну, потому что смертный грех ведет к беспромежуточному возникновению кармического следствия, беспромежуточному созреванию кармического следствия, вообще говоря, попадания в ад, овечья. Вот, ну, если бы была даурманасья следствием, то тогда без всякого промедления возникала бы именно она и возникала бы в качестве угрызений совести, и именно потому, что она бы возникала, что полностью абсурдно, следовало бы рождение в аду. Вот такое единственное, так сказать, опровержение идеи созревания даурманасья, это то, что приводится в Субанку. Чем, так сказать, вот в экзогетических текстах, почему этому уделяется определенное внимание, дело касается того, что необходимо истолковать каноническое суждение, суждение сутры, о троичной классификации действий. Действия бывают удовлетворительные, действия бывают безразличные, действия бывают неудовлетворительные. И, конечно же, условием понимания того, какое действие действительно неудовлетворительное, конечно же, может быть только принятие прибежища в буддизме, принятие обетов и стремление к пониманию реальности в соответствии с тем, как это проповедано Будде-багаваном. Но у учеников возникал вопрос. Ну, хорошо, если вот этот вид душевного страдания, то есть ментального страдания, он и не порождается кармой, то как же в случае сумасшествия? Как в случае умопомешательства? Читта кшепа унмада. И вот здесь разворачивается довольно интересное, и я бы не сказала, что до конца ясное, ну, может быть, и не только для меня это не до конца ясное, но тем не менее, вот, изложение этого вопроса. Восибангу говорит о том, что расстройство сознания, то есть векшепта, или векшепта унмада, векшепта унматих, используется тоже такой термин из гибридного санскрита, возникает только в сфере мышления, только в сфере мышления, и никогда не возникает в связи с сенсорными видами сознания, только ментальное сознание затронут. Да почему? Потому что сенсорные виды сознания, или там пять видов чувственного сознания, так как принято у нас говорить, они располагают лишь одним, так называемым, врожденным или прирожденным конструированием, и называются в силу этого неконструирующими. То есть здесь не может быть никакого повреждения. Повреждение начинается там, где, по сути дела, идет мыслительная деятельность. Почему? Потому что ментальное сознание располагает такими специфическими инструментами, как припоминающее конструирование и презентирующее конструирование, то есть опирающееся на память и порождающее суждение. И вот что на эту тему говорится? Во-первых, что причиной возникновения умопомешательства может быть кармический процесс. Однако речь идет не о том, что умопомешательство порождается как плод созревания. Что конкретно на этот счет говорится? А говорится буквально следующее. У кого это бывает? В Субангу перечисляют разновидности действий, которые могут привести в процессе созревания кармы к умопомешательству. Это четыре разновидности действий, три из которых совершаются по отношению к людям. Это магический ритуал разрушения чужого сознания посредством оглашения мантр и с использованием неких предметов или субстанций, принадлежащих лицу, против которого имеется такой умысел. Это также осуществление, совершение любых способов, посредством которых другое лицо лишается памяти. И вот тоже интересный такой очень момент, третий вид таких действий в отношении людей совершаемых, это понуждение трезвенников, то есть тех, кто того не желает, к потреблению опьяняющих напитков. Вот эти три вида действий, совершаемых по отношению к другим людям, то есть они являются погушением на чужое сознание, они могут привести к кармически обусловленному умопомешательству. И четвертое действие, вот на нем я хочу остановиться и на его примере это все проиллюстрировать, не затягивая тему, вот, это действия охотников, совершаемые по отношению к промысловым животным, а именно к оленям, антилопам и прочим представителям семейства оленевых. О чем идет речь? Практиковавшаяся в древней и ранее средневековой Индии групповая охота на этих животных была наследственным профессиональным занятием, предполагавшим применение традиционных приемов и эти приемы, надо сказать, очень осуждались буддийскими просветителями. Организаторы облавы поджигали джунгли, приметив место, где водятся олени, чтобы обезумевшие от страха животные покинули охваченную огнем и дымом чищу, и оказались во власти загонщиков. А те, в свою очередь, гнали оленей в какое-либо удобное для массового истребления место, например, в узкий овраг или лишенные растительности каменистые ущелья. Там лучники поражали добычу стрелами, а забойщики добивали раненых животных холодным оружием или дубинками. Но этот вид охоты считался в буддийской среде сугубо аморальным. Вообще, надо сказать, что, если следовать тексту, в Осубанду кашмирские вайбашики причисляли охотников оленей в соответствии со своими каноническими представлениями. Они причисляли их к списку профессий, абсолютно несовместимых с принятием буддизма. Это забойщики домашней живности, птицеловы, рыбаки, погонщики слонов, тюремщики, палачи и так далее. И полагаемые характеризовали относили охотников на оленей к категории асамварика. То есть необузданные или распущенные, поскольку полагали, что это профессиональное занятие, связанное с столь жестоким причинением страданий живым существам, базируется на вот такой присущей данным индивиду нравственной распущенности. Вот. Ну вот этот вид охоты особенно осуждался, потому что он опосредовался оголтелой алчностью, то есть стремлением к избыточно обильной добыче и злобной враждебностью к животным, умышленным вводимым в состояние панического безумия. Участие в групповой охоте трактуется у васубандву и уешамитры, но не только у них. Здесь можно вспомнить и другие источники, в частности, сохранившиеся только на китайском языке, переведенные. Это Санга-Бадра. Разъясняя этот аспект учения, да, участие в групповой охоте трактуется в этих источниках исключительно как дело, порождающее коллективную карму. Разъясняя этот аспект учения о карме, васубандву подчеркивает в четвертом разделе своего трактата, что все участники охоты, несмотря на различия выполняемых и функций, несут одинаковую кармическую ответственность за совершенное убийство, поскольку их действия согласуются с общим замыслом. Вот иешамитры здесь дают интересные уточнения, что ввиду общей цели они, охотники, побуждают друг друга к действию, и это происходит не словесно на вача, но в силу одного лишь факта и группового объединения ради совершения убийства. Плодом созревания коллективной кармы убийства промысловых животных, ну, оленей в данном случае, становится несчастная форма нового рождения. Каждому участнику групповой охоты придется в трансцендентном будущем родиться бессловесным обитателем джунглей и испытать все превратности животного существования. Однако в рамках общего замысла групповой охоты как неблагого пути деятельности, это путь убийства, нацеленного на отнятие чужой жизни, реализуется и другой неблагой путь введения промысловых животных в безумие, лишающие их шанса на спасение. С точки зрения разработанной кашмирскими вайблажками аналитической концепции, в составе любого пути деятельности присутствуют три стадии. Надо сказать, что не все разделяли эту, не все школы разделяли эту аналитическую концепцию, эту идею вайблажников, тем не менее, она, в общем, считалась довольно влиятельной. Вот. Подготовительная стадия пра-йога, корневая маула и завершающая крышство. Намерение отчетано, сформулированное в виде рефлексивного целеполагания, благого или неблагого, реализуется на корневой стадии. И именно это корневое действие, мула-карма, продуцирует ретрибуцию, плод созревания. Такой акт совершается только тогда, когда подготовка обеспечивает соответствующие условия, и поэтому подготовительная и корневая стадия должны рассматриваться в единой смысловой совокупности. Но вместе с тем и стадия подготовки, и стадия завершения одного пути деятельности могут, как подчеркивает Васубангу, представлять собой другие пути, согласующиеся с его общим замыслом и благим или неблагим качеством, но продуцирующие собственную ретрибуцию. Ну, здесь Васубангу приводят иллюстрацию, которая делает этот тезис понятным. Такая злодейская интрига, по ходу которой реализуются все 10 неблагих путей деятельности. Так, некто, задавшись целью уничтожить своего врага, сначала выкрадывает у того домашнее животное и совершает кровавое жертвоприношение, надеясь тем самым обеспечить успех в достижении задуманного. Затем он соблазняет жен врага, чтобы заручиться их посогничеством в организации убийства, прибегая тревете лжи, оскорблением и лицемирному суисловию, он ссорит врага с друзьями, способными предотвратить убийство и совершает все эти действия, будучи мотивирован жгучей ненавистью к крову и алчит заполучить богатство врага, когда тот будет повешен. Но в процессе подготовки убийства этот злодей окончательно погрязает в ложном воззрении о несуществовании ни добра, ни зла, ни кармического воздаяния. То есть мы видим, что различные пути деятельности могут быть реализованы и на стадиях подготовки. И вот на подготовительной стадии групповой охоты ее участники осуществляют намерение, проникнутое злобным отношением к обитающему джунгля живым существам и воплощающимся во вредоносном корневом действии в поджоге леса. При сопоставлении этой активности с изложенным в Субангу десятичленной типологией неблагих действий становится понятно, что речь идет о пути злобы в Япадах, о пути злобы, мотивированном ненавистью, о выражающемся в нанесении вреда, умышленного вреда. Согласно излагаемой в Субангу трактовке ретрибуцией этого злобного действия становится в одном из будущих рождений нарушение равновесия великих элементов Махабуда, образующих в человеческом организме ветер, вата, желчь, питый, слизь, шлишман, три фактора регуляции жизнедеятельности. Это нарушение приводит к кармически обусловленному ментальному недугу. Но здесь я просто должна сказать, что в индейской медицинской традиции вот эти факторы ветер, желчь, слизь обозначались термином, как известно, душа. И этот термин интерпретировался как то, что в случае душа, буквально, изъяна, ошибка, болезненное состояние, как то, что в случае своего нарушения становится причиной недуга, причиной болезни. Вот их наименование желчь, ветер, слизь предполагало три уровня смысла, буквальный, относительный, абсолютный. Вот просто прииллюстрируем на примере ветра, чтобы прояснить этот момент. Ветер в абсолютном смысле это вдыхаемый и выдыхаемый воздух. В относительном энергетический статус организма, то есть степень обеспеченности энергозатратных функций, в абсолютном системе регуляции жизнедеятельности в аспекте моторики, дыхания, глотания, продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту и так далее, а также регуляции речевой функции, активности мышления, памяти. И таким же образом на трех уровнях толкуется желчь и слизь. И вот именно такое нарушение равновесия великих элементов приводит к расстройству сознания. Но эта трактовка нуждалась в дополнительном пояснении, поскольку в связи с ней у учеников возникал вопрос. Если нарушение равновесия великих элементов и расстройство сознания порождены созреванием фармы, то почему утверждается, что ментальное страдание не бывает плодом созревания? И вот на этот вопрос Васумангу дает такой ответ. Он отвечает, мы не говорим, что расстройство сознания возникает в качестве плода созревания. Мы утверждаем, что плодом созревания становится нарушение равновесия великих элементов, а возникшее на результате этого состояния как раз и есть то, что порождено созреванием кармы. И Шамитра уточняет, здесь под состоянием порожденным созреванием имеется в виду состояние сознания, возникшее из-за нарушения равновесия великих элементов. С одной стороны, на таком простом уровне вроде все понятно, но ведь это требовалось объяснить с точки зрения кармического процесса, кармической закономерности, как он реализуется. Ключом к пониманию смысла этих рассуждений служит классификация следствий любого пути деятельности, изложенная в Асубан в четвертом томе и опирающаяся на теорию многомерной кармической причинности. Эта теория изложена во втором разделе тракта. Ретрибуция будучи плодом созревания возникает в силу наличия причины созревания випакаха совершенного действия. Но созревший плод отличен и от процесса созревания и от причины породившей этот процесс. Ретрибуция в отличие от действия породившего ее не имеет никакой моральной определенности. Она есть авиаприта и вполне очевидно, что нарушение равновесия великих элементов не является ни благим, ни неблагим, так как становится следствием реализации безличной закономерности. В процессе созревания сопровождается актуализацией других причин, а именно универсальной сарва-трага, то есть возникновением всего чего угодно из состава фундаментальных аффектов, так называемых универсальных дарм, и гомогенные причины собага хету в совокупности они порождают следствие, которое называется естественно вытекающим или эманирующим нишьянда пхала. Как поясняет Васубандгу, этот плод кармической закономерности не существует изолированно от плода созревания, но получает свое наименование ввиду специфического сходства причины и следствия. И вот ну и шамитра это конкретизирует там украл бедным будешь. В данном случае речь идет конечно же о том, что умопомешательство это не плод созревания, это эманирующий плод, это плод естественно вытекающий, это нишьяндика или нишьянда пхала. Таким образом трактуются и остальные действия совершаемые которые приводят в результате реализации кармической закономерности которые приводят к умопомешательству. Однако наряду с этим последним сразу здесь скажу однако наряду с этим Васубанг перечисляет и другие причины не имеющие кармической природы. Это испуг вызываемый у людей появлением всевозможных аманушья и мгутов в их страшном виде. Это просто повреждение великих элементов и это вот это наименее понятно это никак не объясняется. А именно когда дурное поведение людей вызывает ярость вгута и те в свою очередь поражают жизненно важные органы этих безнравственных личностей этих индивидов поражают посредством такой вот наведенной порчи и в силу вызванных болей возникает умопомешательство. Но этот вопрос он не комментируется. Точно так же его очень аккуратно обходит ешамитра. Последний вариант это острое горе. Это острое непоправимое горе. Приводится пример одной из одной сутр Брахманки Васишки. Васишки, которая потеряла шесть сыновей, они умерли, лишилась рассудка. Вот на этом я пока готова остановиться, потому что на тему умопомешательства можно было бы говорить и более того. Большое спасибо, Лена Петровна. Не вижу пока поднимаемых рук. Поднимайте руки. Прошу задавайте. пока кто-то думает, я сам задам тогда небольшой вопрос. А, или такой вопрос. Все эти рассуждения о том, что кармическое созревание относится к духе, Лена Петровна, вы меня, надеюсь, слышите, и не относится к уманности, опирается на то, что мы не испытываем затруднения в разделении, где одно, а где другое. А вот я пока вас слушал, я подумал, если у человека есть хороший музыкальный слух, он слушает, как фальшивец, он страдает, он мучается, так вот это было. Вот и страдание этого. Хороший музыкальный слух это результат благой кармы, а человек отсутствует музыкальным слухом не будет страдать, как с этим обойтись-то? Вы хотите, чтобы я решила эту задачу с позиции Абидармы? Ну да, да. Я полагаю, что это страдание, конечно же, очень просто объясняется. Плод кармического созревания это способность испытывать страдание, а уж как оно будет испытано в жизни, вследствие ли того, что некто будет ножом по стеклу скрести или так фальшиво играть, что кажется, что тебе голову распиливают, это уже другой вопрос, это уже, так сказать, опыт, это уже, так сказать, течение жизни. А вот то есть здесь вот в этом же самая такая тонкость, что человеческое рождение, человек страдает, но он не несчастен. И как страдающее существо, вот еще Мали Пуссен сделал это замечание, он связал, подчеркнул связь ретрибуции сведана с группой чувствительности. И действительно, это так. То есть эти индрии способность испытывать в данном случае мы говорим о страдании, это то, что прирождено человеку. Но то, что относится к ментальности, вот это даур-манесе связанное с гаукритией, умопомешательство, это то, что никак абсолютно не обусловлено человеческой формой рождения и не может созревать именно как следствие. Вот. Потом, это что касается очень интересно с этим с этими действиями порождающие умопомешательство, что конечно же действия это гнусные, да, разрушение чужого сознания, лишение другого памяти, пьянство это отдельная тема, принуждение к пьянству, там есть о чем поговорить, там очень интересные идут расклады, вот, но умопомешательство это страдание, но страдание исключительно связанное с мышлением. Вот приводится пример в другой связи и в другом разделе. Человек с разрушенным сознанием украл и убил курицу и ничего покарми его за это не будет. Спасибо. Спасибо, Елена Петровна. Пожалуйста, еще вопросы? Можно? Прошу. Да. Елена Петровна, большое спасибо. Как всегда... Ольга Георгиевна, счастлива вас видеть. Да, я тоже. Счастлива. 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 такая глубина анализа. Всегда завидую вот вот этой вашей способности на каком-то маленьком примере показать всю мощь Абхидгармы. Вот. И у меня вопрос, поскольку вот я занимаюсь Вимшикой и хотела даже сделать доклад на эту тему. Там есть эти коллизии? Есть, есть. Да. Ну вот. И там такой подход. Я не знаю, как вы его оцените с точки зрения Абхидгармы. Там же есть еще такой персонаж, как заказчик преступления. Да. Да. Все это есть, Абхидгармы разбирается. Да. Заказчик преступления. Ну, это тоже член этого самого коллектива. Или же это нечто, это другой какой-то статус? Этот вопрос рассматривается отдельно в 85-й карике, комментарий к 85-й карике 4-го тома. Это не коллективная карма в чистом виде, когда, допустим, есть общий замысел. Это приказ. приказ или же принудил какого-нибудь там, заказал наемному убийце совершить преступление. Вот. Если это наемный убийца, то там абидармический анализ потребует разделить это пополам. сначала, так сказать, путь алчности взял деньги, согласился убить. А вот и второе это уже совершение убийства. Это все-таки не то же самое, что приказ, который выполняют солдаты и воины или же, скажем, ближайшие советники, министры. там уже вопрос более тонкий. Если ты выполняешь приказ, тебя принуждают, ты получаешь кармическое следствие за совершенное действие, но тот, кто принудил, точно так же, как тот, кто заказал убийство, он разделяет эту же карму. То есть это вариант коллективной кармы, конечно. Да. то есть если вот так вот с точки зрения кашмирцев и даже не кашмирцев, а гандхарцев, вот, это будет так. Но все-таки в этой коллективной карме есть разделение тяжести совершенного для каждого участника. То есть это индивидуальная карма в любом случае. Дело вот в чем. Вот здесь тонкость как раз, она вот в данном случае эшометра очень хорошо, хотя и довольно, ну, это же может казаться и просто и занудно одновременно. я понимаю, что слушать подобные анализы смешно. Вот, здесь дело вот в чем. Он подчеркивает, что не важно какое действие кто совершает, а важно, что все подчинено общему замыслу, не несет кармической ответственности, вот грех не ложится кармически только тот, кто говорит даже под страхом смерти, я этого делать не буду. А все остальные, неважно, поджигал ли он джунгли или гнал этих несчастных оленей, то есть совокупный замысел порождает общую карму. А что касается вот таких заказ убийства, приказ, преступный приказ. Это немного другая коллизия, хотя частный случай того же самого. Это, конечно же, ну, кашмирские ваймхашики трактовали бы это с точки зрения о Вичняпте, что возникает неинформативный элемент и у того, кто совершает, и у того, кто приказал, когда действие закончено, они бы это так объяснили. Гасумангу предпочитает объяснение более близкое к Юга-Чааре, что биджа возникает семя, возникает и у того, и у другого, потому что словесное действие совершено. Вот, приказ поддан словесно. Вот. Правда, в другом месте он говорит, что можно отдавать приказ и не словесно, а с помощью жестов. И это будет то же самое. Вот, если я ответила на твой вопрос. Да, спасибо большое. Я очень счастлива видеть, ну, просто очень. Спасибо большое. У меня такой вопрос, несколько раз с ним стычался. Интересно, как бы вы могли на него ответить. Вопрос следующий. Значит, если человек, совершая дурное дело, думает, что это дело благое, ну, в силу какого-нибудь неправильного воспитания или внушения, то какого рода самскару этот человек получает? И связанный с этим вопрос следующий, другой, в том, что если человек делает какое-то незначительное действие, но думает, что это великое действие, получает ли он какие-то благие заслуги? И это относится к теме изменённого сознания, то есть если сознание меняется, является ли любое дело в данном сознании мерилом кармы или существует некий объективный показатель? Спасибо. Вы знаете, если отвечать с точки зрения концепций и теоретических разработок в энциклопедии Абидармы и вот у Ешамитры, то дело обстоит следующим образом. Если некто полагает, что делает доброе дело, а на самом деле творит ерунду какую-то, то в данном случае ведь важно что? Важно, что совершается. Существует 10 неблагих путей деятельности. Необходимо понять первым долгом, к какому типу пути деятельности относится это неблагое дело. Это первое. Понять какие, так сказать, в чем состоит его цель. Вот. И только с этих позиций можно вообще, так сказать, прийти к выводу, а что это будет на выходе. Потому что возможно ну что здесь вот приводится у Субанго такой пример, что парасики, несчастные персы, их так любят полосовать, любят полосовать обидармисты, что вот парасики убивают своих родителей, когда те становятся немощные и пожилые. Вот. И думают, что делают им благо. Но объективно-то они лишают людей жизни и их ждет адское рождение. То есть, понимаете, все должно рассматриваться. Это же холостическая экзегеза. Надо смотреть по типологии, произвести диагноз действия. Вот примеры этого анализа очень хорошо изложены в четвертой книге. Если же некто думает, что делает очень какое-то большое стоящее дело, а на самом деле оно никакое не стоящее, а дело очень маленькое, то, извините, тоже вопрос. Надо посмотреть соотношение этого дела с действием благими путями. Вот. Если же мотив посмотреть, ради чего это делается, если это делается ради ублажения собственной гордыни, это один вариант, или это делается просто из глуповатости. Вот. Потому что вообще считается великим, если посмотреть? Вот. Надо посмотреть концепцию Дана, концепцию даяния, и там среди восьми типологии, восьмичленные видов дара, самое большое действие, самое важное, это подношение, которое осуществляется ради украшения сознания. Допустим, подношение заброшенной ступи, и никто не видит этого подношения, и делается это только для украшения сознания, с глубоким уважением и благодарностью. Вот. Если я ответила на ваш вопрос, я буду довольна. Вот. Благодарю вас. Спасибо. Елена Петровна, спасибо. Такой прекрасный анализ, и так всегда вот интересно. Вроде бы и вещи такие вот, извините, заумные, но слушается совершенно замечательным образом. Спасибо огромное. Да, простоватая история, но уж больно мил автор, и мало где эта история описана. Нет работ посвященных ни умопомешательства, ни дурмана си. Вот. Поэтому это взялось. Спасибо за высокую оценку. Ну, это очень ново всё. И, по-видимому, всё-таки слушатель, да, вот, аудитория этого трактата должна была иметь уже представление о грехе. конечно. 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 И здесь как раз вот в вашем изложении вот именно системный характер бедомических трактатов ещё раз подчёркивается замечательным образом. Огромное спасибо, Елена Петровна. Жалко, что времени нет о понуждении к пьянке рассказать. Это было и так актуально, главное. И там это просто в деталях, замечательно. Спасибо, Татьяна Викторовна. Спасибо, дорогая. Да, вот, очень интересный доклад, и действительно всё так, знаете, как-то сразу практически очень применение. Вот у меня такой вопрос. Человек совершает благое дело, вот, может быть, по тупости, может быть, там, то есть у него нет там каких-то целей, по гордости, неважно, или плохое. И объективно он совершает благое деяние, независимо от его мотивов. То есть здесь мы выходим на такой философский уровень, как будто. И такой вопрос, его карма, она получается, как бы, никак не меняется от этого, его личная карма. То есть он совершил объективное, хорошее дело. ненависимо здесь я поняла ваш вопрос. Это очень важный вопрос, непосредственно связанный с религиозной антропологией, а в данном-то случае, как всегда в экзегезе религиозной, этика и антропология, религиозная антропология, то есть внутри самого учения, они, конечно, взаимно коррелятивны. Так вот здесь что важно? Важно, что действие, как его представляли абидармисты, вы меня слышите, да? Ага. Вот действие это мотивировано намерением, то есть главное это действие ментальное, и вот когда оно воплощается, когда оно закончено и достигло своего адресата, тогда созревает его плод. И если, скажем, действие объективно благое, но человек не думал совершить большое благо, но намеревался совершить это конкретное действие, его совершил, и, так сказать, оно позитивное, вот, то будет хороший, так сказать, кармический результат. Это же всегда здесь все должно смотреться абсолютно конкретно. Это, они же не создавали абстрактного учения, нам хочется увидеть в этих мыслителях ну, типологический аналог европейских философов, но это религиозные мыслители, и все очень предельно конкретно. Если действие, как вы полагаете, или как вот, ну, так сказать, поставили в условие, оно хорошее, оно должно соответствовать одному из благих путей деятельности. У меня философический вопрос был. Так вот, нужно узнать, какое это действие, если вы приведете пример, я вам на него конкретно отвечу. Ну, вот, если сравнивать, например, с исламской традицией, да, где намерение не играет очень, ты не совершил действие, вот у тебя было благое намерение, ты хотел, то, согласно исламу, во всяком случае, некоторым его направлениям, Аллах видит твое намерение, и, соответственно, этим тебе дается возглавление, даже если ты вообще ничего не сделал. Вот, это кардинальное отличие буддизма от авраамических религий. само по себе, сам по себе помысел, конечно, лучше иметь хорошие помыслы, чем дурные, но помысел, невоплощенный, недоведенный до конца в телесном или речевом акте, в действии, он не дает кармы, он не имеет силы. Помысел, не подкрепленный делом, безволен. Уходят другие проблемы. Если у тебя плохая карма, откуда у тебя появится сила совершать или мыслить, или без внешнего какого-то источника, то есть без какого-нибудь пробужденного, который решился тебе помочь. Ну, то есть здесь очень такие вопросы сразу возникают. Здесь возникают вопросы, но, вы знаете, на большинство из них есть ответы. Что значит плохая карма? Родился бедным, потому что воровал, да, как сказали бы теоретики Винаи. Вот, родился бедным. Ну, что это означает? Твой добрый путь, прямо говорится об этом. Ты не бунтуешь против властей, не вступаешь в банду разбойников, чтобы обогатиться путем воровства, а скромно возделываешь добрый путь добродетель побудить. Для восприятия этого, для восприятия и согласия действовать в соответствии с этим уже нужна какая-то благая карма, которая могла бы и не быть. То есть мы берем совсем такой запущенный случай, но я думаю времени нет, мы можем потом... Знаете, здесь я вам сразу отвечу, какой бы ни был запущенный случай, как бы, так сказать, не было грехов в прошлом, но вот человеческое рождение, оно расценивается как религиозное благо, потому что родившись человеком, это... Ну, человек страдает, но он не является несчастной формой, он может принять учение истинное и пойти буддийской дорогой. Вот в чем драгоценность человеческого рождения, и поэтому родителей воспринимают как благодетели и смертный грех их убийства. Они дали благо человеческого рождения, когда можно сделать шаг в направлении свободы. Вот, то есть, здесь трактовки просто типологически другие, чем в еврамических религиях. Вот. Спасибо, Елена Петровна, очень интересное замечание. Дорогие коллеги, я видел тут ряд, еще два вопроса, но, к сожалению, у нас нету... Времени-то нет. Я бы только сказал, что мы здесь находимся на... подходим в частом случае на грань усвоения того, что сказала Елена Петровна, усвоение обидармы и применение обидармы. обидармисты предлагали методы в своих трактатах, например, Васубанду и Шамитра, предлагали освоить этот склад, этот способ мышления, а дальше думать самим. Они не предлагали манную кашку, в которой бы решались все возможные задачи, которые кому-то пришли на ум. Потому что если бы они так делали, они бы считали, что все адресаты люди очень несамостоятельные умом, которые не собираются сами думать. Но они были более высокого мнения своих студентов, что они должны были думать сами. Но я еще кратко скажу по поводу кармы, видите ли, всякая ли карма хорошая или плохая. Кто-то сказал, что хорошая карма тоже плохая. Я скажу иначе. Дело в том, что невозможно прожить, не совершив дурных действий. Просто потому, что кама лока, в которой мы находимся, это мир борьбы за ресурсы. И уж когда-то мы лишим кого-то ресурсов, потому что нам самим лично нужны. А вот прожить жизнь, не совершив ни одного хорошего действия, очень даже можно. Очень даже можно, я с вами согласна. Есть такая неравновесие между хорошим и плохим. Но, к сожалению, вот такова сансара, господа. Спасибо, Андрей Силович, спасибо. Не за что. Да, но вот здесь возникает последнее ощущение. Вот есть такой пример в индуистской традиции, когда там был совершенный разбодник, который грабил, убивал, потом он увидел листочек священного текста, поднял его. Вот это стало моментом его, и, кстати, в суфийской традиции, моментом его обращения. Так вот, вопрос не в том, что он поднял этот листочек, это понятно, что он совершил благое деяние в отношении священных каких-то там вещей, да, и у него лучше стала карма, и там понарастающей. Вопрос в том, почему он поднял этот момент, понимаете, если мы берем антологический уровень, и субъект действия, он как бы полностью обусловлен, да, это вот как с доказательствами бытия Бога у Хамы Аквинского, да, от случайности, что там все уже совершено, когда-то он должен погибнуть, и нет силы, которая его приведет обратно к бытию. Вот то же самое с человеческим существом, даже если это благо, да, мы предполагаем, что он совершает плохие-плохие-плохие-плохие дела, то где та сила, которая заставляет его в какой-то момент обратить внимание на листочек? Во-первых, ну, на это ответить очень, так сказать, с точки зрения буддийской религиозной антропологии очень просто. Человеческая природа содержит предпосылки, называемые корнями благого, это неалчность, это невраждебность, и это неупорствование в заблуждениях. И корни неблагого, то есть алчность, враждебность, упорство в заблуждениях. Конечно, если человек убивал, разбойничал, то корни неблагого у него очень усиливаются, но корни благого никуда не деваются. Отсечение корней благого только происходит тогда, когда по причине ложных взглядов и по причине смертных грехов. Если этого не произошло, то именно корни благого, один, два, или даже все три, могут стимулировать вот такое, казалось бы, совершенно неожиданное действие, которое будет стартом для изменения своего дальнейшего жизненного маршрута. Это раз. Во-второе, полного же детерминизма нет. Карму можно заблокировать. Все, кроме смертных грехов, может быть заблокировано при принятии религии в соответствующих действиях. Об этом написан в общем-то серьезный трактат. Так что это все есть. Спасибо, Елена Петровна. Возможность есть. Шива-санту-шэ-sанту-shthэ-sarga-derhye-turishvara-shivovitanutam-shevam-samastha-shivasan-nidhi-shavda-sindhum-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe. Субтитры-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe-sahe Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!